Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Омаркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Омаркет с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим, размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, на повестке сегодняшнего экономического календаря в 9.00 по GMT индекс бизнеса оптимизма Германии. Важная статистика, чтобы понять, что думают промышленники относительно состояния немецкого промышленного сектора. Если мы знаем, в принципе, как развиваются и обстоят дела с немецким промышленным сектором, в принципе, можем сказать о промышленности всей еврозоны. По прогнозам нас ожидает довольно неплохой отчет рост бизнес оптимизма с 13 до 15,1. И как это повлияет на евро, ну если конечно же руководствоваться логикой, то еще один сильный отчет может подкрепить инвесторские ожидания того, что ЕЦБ имеет полное право на текущем этапе свободно повышать ключевую процентную ставку, потому что в конечном счете экономическая конъюнтура, сложившаяся в валютном блоке, позволяет это делать. Далее переключим внимание на канадскую статистику по инфляции в 12.30 по GMT. За канадским долларом мы также следим и очень хочется, чтобы в рамках этой недели, когда отчетов не так уж и много, но будут по Канаде непосредственно, мы получили возможность фундаментальную, чтобы канадский доллар вместе с нашей совокупной, друзья. С вами я надеюсь то, что вы вместе со мной покупаете канадский доллар, чтобы канадская валюта, получив всестороннюю поддержку, упрочила свои позиции против американского конкурента. И очень большие надежды я возлагаю сегодня на выступление главы Банка Канады Тифа Маклима. Оно состоится через несколько часов после публикации данных по инфляции. И конечно же Маклим будет говорить с отсылкой на отчет по инфляции, потому что индекс потребительских цен это индикатор будущих решений по процентной ставке. И если руководство канадского регулятора допустит возможность дальнейшего ужесточения монетарной политики, я считаю, что такой комментарий может быть сделан, потому что это нормальная логика и нормальная риторика представителей любого регулятора, если есть риски для последующего роста инфляции, говорить о том, что ЦБ все держит под контролем. И если инфляция будет угрожающими темпами расти, то конечно же последует еще одно решение по росту ключевой процентной ставки. Если все будет так, как я только что прокомментировал, то канадский доллар сможет сегодня вернуть часть утраченных последних дней позиций. И соответственно пара доллар-канадец, за которой мы очень внимательно следим, с целью 1.33 продолжить снижение вот к данному уровню. Рынок нефти 85 долларов за баррель. Я думаю, что вы так же как и я устали от крайне низкой волатильности всего нефтяного сектора. Фактически мы видим как бренд, хоть в диапазоне 2-2,5 долларов уже три недели подряд. Но видимо ему необходим более мощный фундаментальный триггер. Я рассчитываю, что этим мощным фундаментальным триггером все-таки станет впоследствии осознание того, что рынок постепенно приближается к серьезному дефициту предложения, который даже по всем таким математическим канонам может превысить 3-3,5 миллиона баррелей в сутки. Ранее я на одном из последних брифингов и на вебинарах точно делал акцент на то, что совокупное снижение предложений со стороны страны ОПЕК+, сейчас уже составляет или составит через некоторое время 3,5 миллиона баррелей в сутки. Если еще наложить на это снижение добычи ожидания по росту спроса за счет восстановления китайской экономики, то конечно же здесь уже вырисовываются цифры этого дефицита, может быть даже выше 4 миллионов баррелей в сутки. Это серьезный показатель, который не может оставить рынок нефти на тех уровнях, на которых он находится сейчас. Поэтому я в любой момент допускаю, что может последовать быстрая реакция вверх и бренд в принципе даже долгосрочно должен получить достаточный заряд, чтобы продолжить восстанавливаться к целям, которые ранее были обозначены от сети Комас Акс в районе 95-100 долларов за баррель. Индекс доллара 101.73. Пока что ничего не изменилось с точки зрения фундаментального фона. Коррекционная динамика или, скажем так, рост доллара продолжается вторую сессию подряд, развивается динамика, которая была сформирована еще в конце прошлой недели. И правильный вопрос, на чем основан этот рост? Есть ли какие-то стоящие фундаментальные предпосылки? На мой взгляд, по-прежнему нет. Если вы считаете, что пятничная статистика достаточна была для того, чтобы поддержать позиции доллара, я с этим не согласен. Да, я признаю, что отчет по промышленному производству был лучше, чем ожидали эксперты. Фактически мы увидели прирост на 0,4%. Мичиганский индекс в этот раз не разочаровал. Но что делать с роничными продажами, которые являются более объективным показателем текущего состояния американской экономики? И роничные продажи, которые просили на 1%, на мой взгляд, являются как раз мощным якорем для общего показателя АВВП. И слабый отчет по роничным продажам полностью перекрывает и нейтрализует позитивный эффект от промпроизводства и, соответственно, от мичиганского индекса. Был еще комментарий от представителя американского регулятора Волра, который допустил, что ставка может быть повышена на 25 байсных пунктов на ближайшем заседании. И вроде как это уместно. Но при всем уважении к Волру, до этого у нас было куда более значимых для рынка заявлений от других представителей американского регулятора. Да и даже те же самые протоколы последнего заседания Федрезерва, из которых следовало, что большинство голосующих членов сейчас допускают, что американская экономика окажется в условиях экономического спада, рецессии даже мягкой, из которой придется выбираться от двух до трех лет. И это все делаются акценты на кризис в банковском секторе, на текущее ухудшение экономической конъюнтуры в целом. И для меня эти выводы более объективные сейчас, потому что это действительно так, это вяжется с той фундаментальной картиной, которую мы видим по американской экономике в моменте. И, кстати говоря, протоколы, это ведь последнее заседание американского регулятора после того, как оно прошло. Был еще отчет по инфляции на прошлой неделе, где мы видели значительное снижение индекса потребительских цен. И снижение инфляции – это еще один довод, чтобы Федрезерв пока что взял какую-то паузу и не выкатывал на рынок еще одно решение по ужесточению монетарной политики. Если мы посмотрим на инструмент FedWatch, друзья, сейчас 85% трейдеров считают, что ставку повысит на 25 байсных понтов. Как я ранее уже отмечал, я пока на стороне меньшинства, на стороне вот этих 15%, то считают, что ставку менять не будут. Допускают, что кто-то из вас тоже считает, что именно так оно не должно произойти, разделяют точку зрения, которую я озвучил. Если это так, друзья, то уже через две недели, когда состоится следующее заседание американского регулятора, мы увидим ставку на ближнем уровне в 5%, и это будет должно оказать соответствующее давление на курс доллара и поспособствовать тому, чтобы индекс американской валюты приблизился, протестировал и закрепился ниже уровня 100 пунктов ровно. Золото – 2000 долларов за тройскую сумму. Мое отношение к золоту не меняется, я жду новых локальных максимумов. Пока что на сантимент личных настроений положиться не можем, потому что позиция 50 на 50, покупатели и продавцов тоже нуждаются в дополнительных триггерах, я их прекрасно понимаю, никто не хочет рисковать, никто не хочет ошибиться с принятием решения на текущем этапе. Но будет, конечно же, грустно, если отрейдеры будут сидеть вот в этой неизвестности до заседания американского регулятора, потому что это все-таки как две недели еще. Надеюсь, что на рынке раньше появится повод для того, чтобы позиционирование изменилось, и мы смогли по золоту видеть новые локальные максимумы. Европейская валюта против доллара – 1,0935. Каждый день я делаю акцент на какой-нибудь комментарий представителей Европейского Центрального Банка, который поддерживает идею повышения ставки. Сегодняшний рифинг не исключение, это снова отсылка на вчерашние заявления главы Бундесбанка Нагеля, который поддержал идею повышения ставки на 50 байсных пунктов. Также представители Европейского Центрального Банка Казакс за то, чтобы политику ужесточать и дальше, потому что базовая инфляция остается на крайне высоких значениях. Блумберг тоже дали свою оценку относительно того, как будет меняться ставка ЭЦБ на ближайших заседаниях. И интересная оценка – они ожидают повышения ставки на 25 байсных пунктов в мае, в июне и в июле, то есть в совокупности на 75 байсных пунктов. И, конечно же, такие темпы ужесточения монетарной политики будут существенно превосходить темпы потенциального повышения ставки в рамках Федрезерва, если там вообще будет это повышение ставки. Я считаю, что евро останется привлекательнее, чем доллар, поэтому рекомендую смотреть по-прежнему на закрепление пары выше отметки 1.10. Также по последнему отчету CFTC совокупная длинная позиция по евро за последнюю неделю достигла максимума с начала года. Но это действия институционалов, которые мы чисто теоретически можем копировать, потому что столь большие деньги и хедж-фонды, конечно же, ошибаются не так часто, как ритейл-трейдеры. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!